В Югре обсудили возможности развития спортивного зимнего плавания. В Ханты-Мансийске несколько дней гостили популярные тревел-блогеры. В День округа они поделились своими впечатлениями с Натальей Комаровой. Так, путешественника из Москвы и исследователя городских территорий Константина Парфеньева поразил центр зимних видов спорта и запомнилось катание на собачьих упряжках. Он посоветовал югорчанам развивать экстремальный туризм. Суровый климат и красота природы отлично подходят для создания захватывающего контента. Его поддержала и обладательница мирового рекорда по нахождению в ледяной воде Осман Дилибаш. Ведущая проекта на выживание предложила губернатору организовать в Ханты-Мансийске соревнования по зимнему плаванию, которым она занимается почти 15 лет. Возникла вот такая идея, и это может быть очень интересно для привлечения туристов, для привлечения большего количества спортсменов в округ юра. А также я сотрудничаю со всемирно известной организацией X-Waters, это плавание на открытой воде. И мы также организовываем заплывы в разных уголках мира. В отношении вашего увлечения экстремальными возможностями, вернее, проявлением человеческих возможностей в экстремальных условиях, полагаю, что в данном случае у региона колоссальный, на самом деле, потенциал. И можно будет подумать о новых туристических маршрутах именно в этом направлении. В Югре наградили лауреатов премии губернатора за вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга региона. Ее учредили в прошлом году в качестве меры поощрения жителей, которые создают уникальный облик округа. Так, в число лауреатов вошел дизайнер из Ханты-Мансийска Николай Чебаненко. Он причастен к созданию онлайн-переводчика мансийского языка, а также тематических граффити 44-й Всемирной шахматной олимпиаде. Еще одной наградой была удостоена певица и общественный деятель Вера Кондратьева. В знак благодарности она исполнила акапель на свою новую песню под названием «Полет над Югрой». Губернатор Югры Наталья Комарова В минувшие выходные работала в Нижневартовске. Во время визита она посетила спортивную школу юниор. Сегодня это самая крупная частная школа в округе. Ее руководитель Павел Бараулин недавно победил в конкурсе молодой предприниматель России. В 2016 году он начинал с одного спортивного зала и секции футбола. А уже через некоторое время в школе работали шесть различных направлений, в том числе большой теннис, плавание и гимнастика. Сейчас юниор посещает около тысячи детей, и это не предел. На очереди открытие направления единоборств. Школа получила признание и на югорском уровне. В нынешнем году проект Павла Бараулина выиграл грант в муниципальную и муниципальную субсидию в один миллион рублей. У нас есть готовый, тренер это называет материал для работы, готовые дети уже обученные. И дети уже профориентированы, да? Мы таким образом селекцию просто вырабатываем более качественно. В семь лет, как это раньше было, в семь лет ввели набор, кто там больше отжимается, приседает, тех и взяли. А что там с технической составляющей, никто не знает. А здесь уже лучшие из лучших попадают уже на следующий этап, и таким образом мы повышаем качество. Мамы в Югре при рождении первенца будут получать единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Такое решение принято на заседании правительства Югры. Напомню, предложение внесла Наталья Комарова во время ежегодного обращения. Выплату получат югорчанки, впервые ставшие мамами до 35 лет. Заявление можно будет написать с 1 января 2022 года. При рождении двойни или тройни молодые родители получат средства на каждого ребенка. Еще одно решение окружных властей – продлить срок обращения за предоставлением единовременной выплаты в размере 35 тысяч рублей из средств югорского семейного капитала до 31 декабря 2022 года. Помимо этого, правительство приняло решение расширить категории получателей югорского семейного капитала. Теперь использовать средства могут и мужчины. При рождении трех и более детей, супруга, имеющая вид на жительство в Российской Федерации или не имеющая российского гражданства, при регистрации рождения детей в государственных органах записи от гражданского состояния нашего региона. Журналисты Югры отправили новогодние подарки детям сирийских коллег. Напомню, гуманитарный добровольческий корпус региона в очередной раз передал презенты в Донецкую и Сирийскую республику. Югорчане собрали более трех тысяч сладких наборов, около 600 игрушек и сотню творческих подарков, рисунков и поделок. Накануне груз весом несколько тонн отправился в Донецк. Там добровольцы поздравят детей в поселке Зайцево и установят на центральной площади Донецка семиметровую елку, украшенную игрушками и гирляндами. Другая половина собранных подарков отправится в Сирию самолетом и порадует детей военных и беженцев. Отмечу, что к новогодней акции присоединились югорские журналисты, отправив с добровольцами сладкие подарки и творческие наборы для детей сирийских репортеров. Будем делать ставку в первую очередь на тех, кто дети, ой, родители, извините, которых защищают на сегодняшний день Сирийскую и Арабскую республику, которые стоят на передовой в борьбе с терроризмом, силовикам, которые на самом деле, чтобы было понимание, получают зарплату в 70 долларов. Это порядка 5000 рублей. И несмотря на это, ценой жизни своей стоят на защите родины, стоят на защите своих семей. Поэтому я думаю, что эти дети тоже не должны быть обделены. В Октябрьском районе в эти выходные в ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба окружного ГИБДД. Это произошло на дороге Нягань-Таллинка ранним утром в субботу. По предварительным данным водитель тягача «Вольво», выполняя обгон и возвращаясь на свою полосу, задел попутную Ниву, которую, в свою очередь, отбросила на «Фольксваген». Водитель немецкой машины и его пассажир погибли на месте. Еще один пассажир получил травмы. Всего же за выходные на дорогах Югры зарегистрировали 10 ДТП, в которых пострадали 17 человек, в том числе один несовершеннолетний пассажир. В состоянии опьянения выявлено 17 водителей, отказались от медосвидетельствования еще столько же. 10 человек сели пьяными за руль не в первый раз. За выезд на встречку к ответственности привлекли 48 водителей, 38 пренебрегли правилами перевозки детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основная причина пожаров – нарушение при использовании электрооборудования и несоблюдение пожарной безопасности. Например, в субботу в Ханты-Мансийске горело одно из хозяйственных помещений корпуса детского противотуберкулезного диспансера. Людей в здании не было. Огонь удалось быстро локализовать. На месте работали 8 единиц спецтехники и 28 пожарных. Причину возгорания выясняют дознаватели. Напомню, если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, об этом нужно сообщить по телефонам 101 и 112. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Югорчане научатся изготавливать декоративные элементы из эпоксидной смолы. Арт-мастерская открылась в Югорске. Ее организовал комплексный центр социального обслуживания населения на базе центра социальной помощи «Добрый мир». Отмечу, для малообеспеченных семей эта услуга бесплатна. Сюда может прийти любой желающий, все, что нужно для создания собственных авторских работ, стаканчик с разведенной смолой, любые красители, блестки или другой декор. Сегодня ребята украшают деревянные разделочные доски, но перечень изделий из жидкого материала этим не ограничивается. Из смолы изготавливают фруктовницы, брелоки, сережки. Благодаря данному материалу можно создать почти произведение искусства при минимальных навыках. У нас для Югорска это в новинку, некуда сходить, поэтому мы решили, что мы хотим сделать такую арт-студию. Бесплатно могут посетить инвалиды, пенсионеры, которым 65+. А также для семьи, у кого есть ребенок-инвалид, они тоже могут изделие получить бесплатно. Направления абсолютно у всех разные, очень интересные. Сегодня мы увидели одно из новых направлений, которое в городе Югорске ранее не было представлено. Это изготовление изделий из декоративной смолы. На наш взгляд это очень интересная идея, будет востребована. Самые любимые месяцы для отпуска у россиян – июль и август. А вот в апреле и декабре работники отдыхают реже всего. Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников подсчитали, в каком месяце в 2022 году выгоднее всего идти в отпуск с финансовой точки зрения. Наиболее выигрышные те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2022-м россиянам брать отпуск выгоднее всего в августе, а также в марте, сентябре и декабре, когда их коллеги будут работать 22 или 23 дня. Более проигрышный вариант – каникулы в январе, мае и феврале. Так, в январе будет всего 16 рабочих дней, а в феврале и мае – 19 и 18 соответственно. Как поясняют эксперты, это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни.